В это будет непросто поверить, но одна четвертая часть от регулярки 2021 осталась уже полноценно позади. За это время мы, надо сказать, повидали достаточно многое от бешеного переворота сил на Востоке с появлением Хардена в Бруклине и феерического развала Лебродом Джеймсом Кливленда с 46 очками на борту, до потрясающего камбэка Джона Уолла, рекорда Джеллена Брауна и, конечно же, возвращения в мир NBA такой позиции, как центровые, где благодаря Капелле, Эмбиду и Йокичу разговоров о ребятах, играющих под кольцом и даже, может быть, номинации кого-то из них на роли в ВП становится сейчас все более и более актуально. Однако, пропустив минувшую неделю по новостям, в целом я сегодня хочу с вами поговорить не совсем об этом, а, во-первых, о тех проблемах, которые сейчас имеются у некоторых команд в NBA. Плюс затронуть тему инсайдов, которые неожиданно со вчерашнего дня залетали как над Golden State, так и над некоторыми другими командами в ассоциации и, естественно, затронуть матчи дня сегодняшнего. Так что устраивайтесь, пожалуйста, господа, поудобнее, не забывайте, что если вы плотно следите за матчами NBA и хотите сделать просмотр игр немного интереснее и увлекательнее, то компания BadBoom сможет вам в этом помочь. Прямо сейчас в BadBoom при регистрации по ссылке в закрепленном комментарии вы получаете бонусом до 2000 рублей по промокоду TOPBASKET, огромный выбор команд, которые можно поддержать, удобный редактор пари, еженедельный кэшбэк в 10% и лучшее мобильное приложение по версии спорт и России. А поэтому по ссылочке, опять же, в закрепленном комментарии переходите, регистрируйтесь и забирайте свои бонусы. Давайте, как я уже и сказал, начнем с вами коротко с проблем, где стартовым траблом и затрагивающим при этом одновременно сейчас две команды и является регресс Лонзо Болла и непонятное состояние New Orleans Pelicans в целом. Плюс ровно такое же состояние Golden State Warriors, где есть проблемы с эффективностью Келли Убра-младшего и проблемы со стартовой ротацией воинов в целом. По Лонзо, не знаю, обращали ли вы внимание или нет, но Болл после того, как в этом межсезонье команда фактически отказалась его продлевать, сказав, мол, «Пацан, мы в тебе не уверены, давай-ка докажи, что ты нам нужен», как-то резко взял и наоборот подздал, превратившись из ранее неплохого плеймейкера с отличным чувством пассов, банального ролевика, при том без характера, который проигрывает самому брату в очных состязаниях, да и вообще выглядит очень-очень вялым, демонстрируя ухудшение по проценту реализации, по проценту релиза из-за дуги, хотя бросочек ему вроде как выправили, и показывая серьезную просадку по части раздачи ассистов. Что неудивительно, к сегодняшнему дню подводит черту таким образом, что Беллс начали принимать звонки и всевозможные предложения по обмену Болла в какой-либо из клубов NBA, дабы в будущем главный их дуэт команды из Зайна и Ингрэма имел максимальную возможность для самораскрытия. С другой же стороны имеются Golden State Warriors, Ди Келли Убре-младший, один из главных, я вам напомню, претендентов на роль третьей звезды в команде до начала сезона 2021, тоже, очевидно, не оправдывает пока что возложенных на него ожиданий. Во-первых, трехочковые выстрелы, приближающиеся к личному историческому минимуму. 21% при общей реализации в 19 из 87 бросков на вчерашний день. Это, согласитесь, ничтожно мало, и особенно мало для игрока, который, казалось бы, должен при системе ГС уметь забивать дальние, во-первых, и во-вторых, заменять собой как раз-таки позицию Клайи Томпсона, но этого не происходит. Во-вторых, вытекающая из этого следствия стартовая ротация. На момент начала недели пятерка из Стефа, Уиггинса, Убра, Грина и Уайзмана показывала просто ошеломительно хреновые для команды показатели, где за 161 минуту, проведенную вместе на площадке, они пропустили порядка 70 с лишним очков. Плюс, добавьте к этому факту, процент задействования Стефа в этой пятерке равный 22,8, что будет хуже даже, чем у Уайзмана. Добавьте проблемы самого Уайзмана, от которого с этой недели Кер избавился путем отправки его до бенча, а Луни обратно вывели в старт, и вы получите, что сейчас Golden State Warriors, пусть хоть и борется за место в постсезоне, но проблем от этого у них меньше явно не становится. Особенно учитывая факт того, что Карри, оказывается, играет гораздо лучше со вторым фактически юнитом, и тогда, когда процент задействования его в атаках приближается к 35, то есть, когда он проводит больше времени с мячом в руках, у него получается наиболее эффективная игра. По итогу, совокупность всего этого вызвала немало разговоров уже с конца прошлой недели, а вчера, кажется, обрела даже возможный финал, где Келли, Убра, из-за которого, в том числе, я напомню, Гейс, и вылезли с потолка зарплаты, обсуждали как раз-таки спейлс-возможность трейда. Шамс пока что, правда, сказал, что серьезных предпосылок и точных решений никаких нету, и пока до февраля или, возможно, даже марта Лонзо, Реддик и Убра могут спать спокойно, пытаясь наладить свою игру, но то, что обмен подобный может состояться, также исключать уже, я думаю, не стоит. Если Келли Убра вообще хочет остаться в команде, я думаю, что ему надо срочно прибавлять. Следом, по части очевидных разочарований со старта этого сезона, необходимо выделить команду, о которой я еще ни разу, по-моему, не говорил. Это Портленд и его неудачи, который уже год подряд в прямом смысле страдает от того, что травмы там буквально выкашивают игроков и не позволяют коллективу подойти к играм постсезона в абсолютно здоровом виде. Кто не знает, напомню, на данный момент времени Иисуф Нуркич из-за травмы запястья в матчах участие не принимает и выбывает по итогу на пять с лишним недель. Как, к слову, и Сиджей Макколом, который, казалось бы, только-только вышел на отличный уровень собственной игры, идут на те здрасти, перелом ноги, пропуск как минимум полутора месяцев и абсолютная неопределенность по части его будущей формы. Понятное дело, что глядя сейчас на пятую строчку на сверхконкурентном Западе и зная, что Лилард, если потребуется, его одно рыло будет грызть землю, но тащить на себя команду, но хватит ли его, опять же, при таких раскладах к моменту матчей на выбывание, остается неясным. Мне лично, если из-за этого, именно из-за этого, Трайл Блейзерс просядут по чемпионату, будет обиднее, наверное, больше всего, потому что после межсезонья и проведенных там обменов, команда в Портленде в кои-то веки собралась сбалансированная и реально глубокая, отчего очень бы хотелось, конечно, увидеть их в полной боеготовности в матчах на выбывание, на что я и буду надеяться, но пока что имеем, что имеем. Еще немного касаемо разочарования. Вашингтон, Торонто, ковидный Майами, Хорнетс, Новый Орлеан, Сакраменто и Детройт это те коллективы, от которых, опять же, я, наверное, ожидал более-менее хороших результатов со старта, однако, то из-за проблем по травмам, то по причине короны, то по непонятным причинам вовсе, пока что все они барахтаются где-то на дне или около дна своих конференций. И предпринимать попыток выбраться оттуда наружу никаких не совершают. К слову, на фоне этого в Детройте вполне возможны в будущем некие даже перемены, ибо Дереком Роузом вновь заинтересовались, да не абы кто, а сразу же две франшизы, Клипперс и Никс. Я, честно говоря, скажу, что если бы выбирать мне пришлось между этими двумя командами, то предпочел бы, чтобы Дерек оказался именно в Клипперс, потому что с Никс, во-первых, он уже связан был, и, во-вторых, там, опять же, у руля находится Тибода, который вряд ли в игровом плане Дереку даст что-то новое. И, в-третьих, все потому что то, чего мы с вами давным-давно желаем Дереку, то есть шансы на чемпионство, Нью-Йорк, конечно, предоставить не сможет. А вот Клипперс, находящийся сейчас на третьей строчке на Западе, я думаю, что более чем. Остается, правда, вопрос, на кого собрались разменивать сами парусники, потому что мне на он приходит лично только один персонаж, это Лу Уильямс, и справедливости ради стоит сказать, что Роуз показывает сейчас наиболее предпочтительные цифры, нежели Лу, однако про травматизм Дерека также забывать, наверное, не следует. Хотя, опять же, я бы, если честно, увидеть такой трейд хотел бы, и хотел бы, чтобы у Роза все-таки под занавес его карьеры шансец на гаечку, но появился. 6-6 Подводу записали Леброна, который, безусловно, показал потрясающий перформанс, но это, на мой взгляд, не делает его прямо здесь и сейчас номинантом номер один. Конечно, многие из вас сейчас могут возразить и сказать, ну, окей, посмотри тогда на его процент дальних, на процент филдголов, ассисты и возраст, и, может быть, хотя бы это должно уже продвигать Джеймса в лидеры, но тут аргументы, хоть и действительно будут, наверное, все верные, на мой взгляд, до первого места, именно первого в гонке за MVP сейчас, этого еще недостаточно, да и вообще говорить об MVP, когда прошла только 1 четвертая часть регулярного чемпионата, как-то рановато. Если что, не сомневаюсь в том, что Леброн включится в игру по максимуму гораздо позже, как обычно, в принципе, он всегда это и делает, по мере приближения к завершающей стадии чемпа, о чем свидетельствует и характер в игре в целом, ведь 23 номер пурпурно-золотых уступает сейчас только Блэйку Гриффину по скорости перемещения на площадке, и, в общем-то, минуты, проводимые им на паркете, тоже об этом свидетельствуют, но пока что номинировать его на топ-1, согласитесь, рано. Он себя бережет, и я уверен, что разрыв по статистике еще случится, но где-то происходить это будет в будущем. Если, конечно, со мной не согласны, напишите об этом в комментах, как всегда, обсудим, а пока давайте переходить далее. Вы наверняка в курсе, что переход Джеймса Хардена в Бруклин, возможно, стал не только самым громким трейдом последних нескольких лет в NBA, но и спасительным, притом спасительным не только для НЭЦ, но и персонально для Кори Соливерта, которого после переезда в Индиану типично проверили на готовность к большим свершениям на площадке, имеется в виду по части здоровья, и вывели у него неожиданно клеточный рак в левой почке. Так вот, буквально вчера фронт-офис клуба репортанул нам о том, что да, Корис выпадает пока что на неопределенный срок из-за этого ужасного недуга, но зато операция им была перенесена успешно. Не подтвердили пока что, правда, что именно Сиана представляла, удаляли ли ему часть почки или вовсе ее полностью, что я согласен, хоть и звучит страшно, но на деле же с одним органом тоже люди, в принципе, живут и делают это более чем комфортно. И теперь же единственное, что, в принципе, остается Корису, это пройти процесс реабилитации и готовиться к тому, чтобы по возвращению на паркет он вновь мог показывать те результаты и те цифры, что у него имелись со старта чемпионата 2021 еще в НЭЦ. О конкретных сроках пока, правда, информации никакой нет. Кто-то говорит, что он через два месяца уже сможет выйти на площадку, но для только тренировок. Кто-то говорит, что появится он полноценно только в следующем сезоне, во что верится как раз-таки гораздо больше. Но я предлагаю нам пока дружно за Корисов все-таки порадоваться, потому что ему определенно повезло. Рак обнаружили на очень ранних стадиях, и все обошлось без химии и более серьезного и продолжительного лечения. Теперь давайте возвращаться, в общем-то, к более привычному формату в наших новостных. Это обзором. Но обзором кратким, дабы не растягивать, и без того уже затянувшийся выпуск, из-за того, что я пропускал, ну, неделю с лишним по новостям. Атланта-Бруклин. Матч, который сегодня мне удалось посмотреть в полном объеме, и матч, который, в общем-то, был типичной иллюстрацией, опять же, того, как НЭЦ будет не просто играть не только в постсезоне, куда, я уверен, они зайдут, но и против любой топовой команды Запада или Востока в регулярке. Ибо их защита в совокупности с их антикомбинационным баскетболом до сих пор вызывает огромное количество вопросов, ответов на которые, пока, видимо, нет ни у Нэша, ни у Дэнтони, ни у кого-то не было вообще. Чтобы вы понимали, о чем сейчас идет речь, достаточно знать, что на протяжении всего поединка подопечные Ллойда Пирса не просто не сливали самой ультимативной по части атаки команде, а напротив, местами даже ее переигрывали, опираясь на обилие комбинации и игру со скамейки от Кэма Рэдиша, который дал сегодня 24 очка, 6 подборов и 1 передачу. Плюс Хантер, Янг, Коллинз, который регулярно обыгрывал один в один Дюранта, Капелла и Галлинари, также старались сегодняшней ночью не проседать по части результативности и на протяжении всего матча поддерживать высокую атакующую эффективность. За счет чего? Опять же, за счет обилия движения без мяча и комбинационных действий, в отличие от Айзо Стиленец с сочетанием молниеносных атак через фастбрейки, которые, безусловно, сейчас являются их, наверное, самой сильной стороной. Ну, или одной из самых сильных. Так вот, готовы ли были к такому парню из Бруклина, тактика которых нескрываемо даже Нэшем сейчас сводится к тому, чтобы просто перебить соперника по части атаки и надеяться в большей степени на то, что в один момент у соперников не полетит, мне кажется, что не особо, ибо ястребы дважды за матч совершали рывки по 7 к 0. Притом, один из них был под занавес первой половины, и никто на это внимания особого не обратил. Второй же произошел под самый занавес матча, когда Хёртер выводил свой коллектив в лидеры, но усилиями индивидуальными, опять же, Кевина Дюранта, Хардена и Кайри, матч удалось спасти и перевести в овертайм. В допах же, на мой взгляд, главным героем был Джефф Грин, который не подвел ни со средней, ни с дистанции, позволяя своим ребятам иметь минимальное, но все-таки преимущество. Атлантия банально в этот момент не хватила боевой мощи, и это неудивительно. Да, безусловно, скамейка сегодня у Хоукса сыграла просто великолепно, и безоговорочно переграла Бенчнетс 26 к 38, однако, когда все же против тебя на площадке бегают одни из лучших, если не самые лучшие индивидуальные исполнители, совладать с ними в защите задачей становится реально непростой. А если они еще и не жадничают, и не постоянно стараются отыгрывать Айза, и делятся предмечом, как, например, это было с Джеффом Грином, вопрос об их победе отпадает самим собой. У Бруклина же, как я и сказал, мне очень понравился Грин, плюс порадовал Харден с очередным ультимативным дабл-даблом и очень неплохой защитой. Реально Харден старается играть в обороне, и это заметно. Ну и в целом матч получился достаточно интересным и более чем напряженным. Так что, кому до сих пор хочется его пересмотреть или просто посмотреть, welcome в нашу телегу. Ссылочка есть в описании. Второй же матч, без которого этот выпуск просто не мог бы, наверное, существовать, это битва между Востоком и Западом, а точнее, между топами Востока и топами Запада. Лейкерс и Филадельфия. По аналогии с матчем между Атлантой и Неца, скажу сразу, что все самое интересное разворачивалось тут, конечно же, опять в концовке, ибо до этого у Лал, казалось бы, шансов на то, чтобы отвоевать себе этот поединок и остаться непобежденными на выезде, не было абсолютно никаких. Эмбит и Симмонс потрясающе провели старт поединка, набирая чуть ли не половину всех своих очков за первые два отрезка. Имеется в виду, Джоэль это делал в первые 12 минутки, Бен преимущественно во второй, плюс Грин и Хэрис также отлично себя показали, дав на двоих 38 поинтов. В Лал же в этот фактический момент избиения, когда не получалось запускать комбинации, и сыпалась регулярно оборона, полагались типично и только на Дэвиса с Леброном, которые тоже как бы не старались. Держать команду на плаву один фиг, горели порой под двадцатку. И видимо, на нервиках от этого в том числе. Я лично сегодня замечал, как Джеймс срывается, недовольно что-то высказывает тиммейтам, в том числе даже Дэвису, и при этом фалит. Фалит грубо, неспортивно и крайне некрасиво. Джоэлю досталось серьезно, я вообще был удивлен, как он встал и после этого продолжил играть, потому что у него постоянно есть проблемы со спиной, но Джеймс сегодня проявил себя как-то не очень хорошо. Однако, возвращаясь к игре, с наступлением в финале 12 минутки, с ребятами Риверса как будто что-то произошло, и они постепенно и незаметно преимущество все свое в плюс 18 ранее, которое у них было, превратили в рывок гостей 22 к 5, при том из этих самых 22 очков на последние минуты пришлось больше половины, 13, что говорит о явной, наверное, расслабленности и слишком раннем прекращении игры от подопечных Риверса, а это надо признать было зря, ведь Алекс Карузо обычно дожидается именно таких эпизодов, и когда уже никто не ждет от тебя результативной игры, берет и наносит свой чертовски сильный удар. Не только в фастбрейке, что, кстати, опять же, у Лейкерс наиболее сейчас, наверное, сильная сторона, но и из-за дуги, где у Карузо, я вам напомню, проблем с процентом вообще нет никаких. Он лучший прямо сейчас по ассоциации по проценту реализации трехочковых. Невероятно, согласитесь. Что, в общем-то, позволило Лал очень быстро реабилитироваться и, казалось бы, провальный ранний матч превратить в более чем равный. Особенно мне, конечно, понравились две финальные атаки, где после таймаута Пурпурно-Золотые разыграли шикарнейшую комбинацию с выводом из-под заслона Эйди, который лейапом вывел свою команду вперед, ну и, само собой, атака Филадельфии, где, как бы Алекс верно не отыгрывал в дефе против Хэриса, эффективно от защищаться ему, к сожалению, так и не удалось. И Тобайес забивает клачевый мидрейндж, прерывая, таким образом, выездную десятиматчевую серию побед Лал. Лучшие игроки матча, их статистика, и статистика командная находятся, как всегда на ваших экранах, ну а мы с вами продвигаемся далее. И еще, что, конечно, безусловно заслуживает вашего внимания, это два поединка между Бостоном и Сан-Антонио и Далласом и Ютой. По Бостону и Сан-Антонио спойлерить не стану, скажу, что вам обязательно нужно посмотреть хотя бы концовку этого матча, он есть по ссылке в описании в нашем телеканале, потому что концовочка там просто офигительно горячая. Реально, зайдите, посмотрите, и вы 100% не пожалеете. По Юте у меня сразу к вам вопрос и предложение. По вопросу, знаете ли вы на каком месте прямо сейчас на западной конференции находится Юта Джаз? Правильно, на втором. А знаете, какое у них количество побед и поражений? Верно, равное Лос-Анджелес Лейкерс. Для тех, кто прямо сейчас задался вопросом, а как так вообще получается, что Юта, вдруг Юта оказывается на втором месте, и вообще, почему об этом никто не говорит? Вопрос хороший. И я предлагаю, в общем-то, нам с вами это исправить. Именно поговорить о Юте Джаз. Но только в следующем отдельном выпуске и при условии того, что если вам это интересно, а если вам интересно, то ставьте большие пальцы вверх. Давайте так, 7000 лайков, и я выпускаю такой ролик. В принципе, у меня на сегодня все. Про лайки я уже сказал. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать свежих выпусков. Увидимся и услышимся с вами, как всегда, совсем скоро. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok